Мы пока что живем дружно, но вот сейчас уже мама как раз начинает бочку косить. Оцениваю обстановку на парковке. Девочки, обстановочка в Ашане. Я прям скорее-скорее, честно говоря, бежала, чтобы продезинфицировать руки. Уж если квадратненьких нет, сделаем кругленькие. Так, что у малыша здесь у нас? Рисовая кашка. Че, мои сладкие. Всем доброе утро, мои хорошие. У нас все хорошо, все прекрасно. В связи с тем, что буквально уже с субботы, да, с субботы у нас будут продлеваться выходные, карантин. Будут закрыты все общественные заведения. Ну, вы все это и так знаете, было прямое включение Путина, да, где он об этом во всем говорил. В связи с этим сейчас, сейчас я собираюсь поехать в Ашан взять еще, водичку пей, открывай. Взять необходимые продукты, которые нам еще нужны, да, для приготовления на целую неделю. И вот мама говорит, мне как раз очень интересно, что там творится сейчас вообще в Ашане. Потому что одно дело, когда все спокойненько было, да, у нас, и как бы люди так, ну, и то набирали, да, и то кто-то где-то говорил пустые полки. Хотя я ни разу пустых полок не видела. Но тем не менее, да, а сейчас уже реально официально все это сказали, что у нас целая неделя безвылазная дома. Да, это в связи с тем, чтобы как раз-таки этот коронавирус не распространялся. Поэтому сейчас я пойду все-таки возьму еще какие-то продукты, много набирать опять же не буду. Уже у меня есть все продукты, да. Ну и посмотрю, что вообще там творится, потому что люди наверняка, может, за неделю как-то готовятся с этим делом. Также в квартире, что у меня в квартире? В квартире, так, покажу сейчас. Здесь нам доделали розетки, я не стала ничего, видите, ну, как бы красить и так далее. Я говорю, поставьте нам розетки просто, чтобы уже отпустить мастера, понимаете. И уже здесь сама от себя будут зависеть, когда и что мне делать. Вот, у меня не получилось вчера сделать, потому что я заснула и устала. И, честно говоря, пока малого положишь спать, уже ничего не хочешь. Еще какие-то он там замазал, да, немножечко. Вот, но все равно это надо будет все подмазать, выровнять, выкрасить. Но сейчас он уже ушел, я ему расплатилась все, да. Кстати, установка вот одной такой вот штуки стоит 100 рублей. Вот он установил 100 рублей, вот там их 5 штук по 100 рублей. То есть я ему еще 1200 сегодня заплатила за то, чтобы он установил все розетки. И сегодня я звонила насчет надежных потолков. И такая средняя цена, даже не средняя, а даже такая минимальная цена, которую мне сказали, это 6000 под ключ с установкой люстры, которую мы хотим, стоит сделать надежной потолок. И вот получается, что надо мне взять люстру, чтобы ее сразу уже сделали, да, а это все деньги. Ну, в общем, где-то 5000, я смотрела, стоит люстра. Мы с вами вместе ходили и в Леруа, и в ХДМ Юг, по-моему, да. Я вам покажу, сегодня я пойду туда, и сегодня я куплю люстру такую, которую я хочу сюда. Вот, это мы сегодня вместе пойдем, продукты вместе пойдем покупать. И, соответственно, надежной потолок, где-то будет 6000, на эту комнату мы отдельно сделаем. Вот. И тогда эта комната уже будет полностью готова, мы уже сможем вешать здесь шторы красивенько, да. Мы уже можем ставить кровать, потому что кровать это тоже вариант, где может храниться под кроватью, ну, с подъемным механизмом. Тоже много вещей. У меня как раз-таки на старой квартире хранилось под кроватью очень много всего. Вот. И шкаф-купе тоже можем ставить, это надо все прибрать. В шкаф-купе тоже там будет хранение вещей. Вот. Так что кровать, шкаф, это одно из первых, что нам нужно будет приобрести. Но сначала нужно сделать потолок и сделать стены. Это в ближайшее время я буду делать. Как я буду замазывать стены, это будет отдельное видео. Сегодня у нас видеоблог. Деня прорывается в эту грязь. Ну-ка, брысь. Вот, все, я уже оделась. Честно говоря, выходить из комнаты, из квартиры вообще не хочется, честно говоря. Я не знаю почему, но у меня такой прикол дома сидеть, по кайфу. Мы тут кушаем, смотрим, что-то играемся, весимся. Что-то параллельно работы какие-то делаются. В общем, нормально. Хотелось бы, конечно, все успеть на этой неделе. То есть до карантина. Как бы уже с понедельника все сидят. Ну, с субботы все сидят, да? Карантин послезавтра начинается. Это последний день. Ну, вот такие дела. Заняться есть, чем за продуктами выехать надо. Беру с собой. Вышла из дома и поняла, что я забыла свою брызгалку, которую мама сделала, антисептик. Я, честно говоря, без него не выхожу. Вы, если видели со стороны, я как этот фанатик как бы. И сейчас я все больше и больше понимаю, что делаю я все это не зря. Сейчас хотела даже перчатки одеть. Мама говорит, какой смысл перчаток? Все равно ты что-то купила, ты все равно упаковки приносишь, все это как бы домой. Но мы все равно все это обрабатываем дома, поверхности вот эти все. Но тем не менее, конечно, скорее бы все это закончилось вообще, непонятности. И перестали расти жертвы от коронавируса. Потому что все больше и больше сейчас видишь, что увеличивается. Так это только официальные источники. То, что там не по официальным, я не знаю. Я понимаю, что всем надоело это слушать, но я думаю, что в ближайшее время только об этом и все будут и говорить. Больше ни о чем. Я постараюсь, конечно, на своем канале разбавлять все это дело. Какими-то более развлекательными. Отвлекать вас от страстей, которые у нас тут происходят в России. Но тем не менее, мы должны быть в курсе как бы всего этого, да. И реально, мне кажется, что нужно соблюсти все эти моменты и сидеть дома. Раз уж вот такое. Кто-нибудь помнит на слуху, у кого-нибудь было когда-нибудь такое вообще за все это время. Вот так, чтобы вот так было объявление того, что вот такие выходные в связи с тем, что вот это. С сохранением зарплаты, со всеми делами. Я вот не припомню, чтобы такое было. Я думаю, что просто так никто этого делать не будет. Поэтому мне кажется, что ну хорошо бы, чтобы мы так взялись все сплоченно и посидели дома. Посмотрим, что будет дальше. Не знаю. В общем, я спустилась домой. Еще взяла еще пакет мусора и взяла антисептик свой. Я постоянно все-все-все и руки все вечно обрабатываю. Надеюсь, оно работает как надо. Так, все, выезжаем. Так, ну что, въехали на парковку. Оцениваю обстановку на парковке. На парковке мест много. Это значит, что в торговом центре людей очень-очень мало. Я могу прям, видите, припарковаться прям вообще вот. Вообще просто. Такого даже не было. Даже не было. В понедельник. Слушайте, ну тишина прям гробовая какая-то. Сейчас поднимемся вверх, посмотрим, что там. Вот. Очень мало людей в масках, на самом деле. Я в маске, потому что я боюсь. У меня мамочка дома. Вот. Так. Ну, я имею в виду, что мама, она же в высокой зоне риска. Возраст. Поэтому переживаю. Так, ладно, поднимаемся наверх. Ну, как видите, обстановка. Все тихо. Народу очень мало. Меньше, чем на самом деле в понедельник. Хотя сейчас у нас, по-моему, четверг. Сегодня четверг. Вот. Маловато народу. Сейчас мы идем с вами первым делом в Леруа. Я возьму этот светильник. А потом уже в Ашан вернемся. Потому что я машину поставила под Ашаном прям. Так. Ну что, мои хорошие. Вот посоветовали, что взять на спальню. Я, честно говоря, не хотела круглое. У меня лежит душа на что-то квадратное. По ощущениям. 2,900 стоит с пультом управления. Вот. Я уже тут раскрыла, даже посмотрела. Сейчас вам покажу. Ой-ой-ой. Вот. Единственное, что она здесь не включенная. Вот они включенные. Но эти без пульта. Они поменьше. А это с пультом. И на пульте здесь, смотрите. White, warm, холодный, теплый, cold. А, то есть есть white, просто белый. Cold, warm. Там 20%, 50%, 100% освещение. Авто какое-то. В общем, регулировать можно. Холодные, теплые, да, кельвины освещения. Вот. Но она круглая. И еще, видите, подблескивает немножко. Я вообще этого не планировала. Но зато она по цене очень хорошая. 3000 всего стоит. Я вообще на 5 как бы рассчитываю. На 5 купить. Не знаю, честно говоря, стоит или нет. Вот у меня здесь по бокам вот эта вот серебрушка какая-то. 24 часа. Я не знаю, стоит ли идти мне в другой магазин или нет. Но их здесь еще достаточно. И я думаю, что я вот рядом в ХДМ заеду. Там тоже был выбор. Только цены не помню какие. Надо точно присмотреться, прицениться. Сфотографировала все вот эти данные. В общем, должно освещать хорошо мою спальню. Но надо еще сравнить. Я не могу просто без сравнения вот так брать. Поэтому идемте. Есть еще вот такое освещение. Но оно значительно дороже. И, честно говоря, мне вот это вот не нравится все. Я не хочу включить свет и видеть кучу-кучу всего. Максимум, что я хочу видеть, это просто яркое пятно. И для меня идеально было бы, наверное, что-то вот квадратное. Но вот это беленькое сняли с продажи. Видите, оно не горит даже. Вот. Ну, и квадратных тут почти нет. То, что мне нравится. Я бы хотела, чтобы не было никаких серебрушек, ничего такого. Но здесь вот все разобрали, кстати. То, что я в прошлый раз рассматривала. Надо в ХДМ заехать. И если не будет ничего уже, то я возьму тогда эту круглую. Что делать? Это видите? Но мне не нравится, что она такая выпуклая. Мне надо что-то по-плоске. В виде камушка. Ладно, ищем еще. Сейчас я купила белую краску, которая пригодится нам на остальной комнате закрашивать все. И купила, смотрите, вот такой вот маленький валик. Потому что как раз-таки какие-то маленькие поверхности, там, вокруг, знаете, вот этой розетки. Вот таким валиком удобно будет. Чистой кисточкой она по-другому красит. Девочки, обстановочка в Ашане. Тишина, благодать. Все полки полные. Поэтому, не знаю, как-то. Может быть, суббота, воскресенье как бы будут люди закупаться. Но сейчас будний день. И здесь меньше обычного народу. Ну и хорошо. Это хорошо на самом деле, что нет ажиотажа такого. Я думаю, что у нас все будет в доступности. И не будет, ну, как бы, не будет того, что там пустые полки, мне так кажется. У нас всего дофига. Главное, без паники. Вот. Так что все хорошо. Это радует. Кстати, беру сейчас молоко. Вот, я уже взяла. Это молоко мы берем 3,2 на йогурты всякие. Там будем делать в нашей мультиварке. Это молоко для питья. Мы безумно любим яблоки. Вот это нам на 5 дней, наверное, хорошо, если хватит. Бананов нет. Бананов очень мало. И то я там выбрала более-менее. Короче, макароны. Это я не ем. Это малой любит макароны. Мама любит макароны. Простоквашу тоже взяла. Одну такую, одну такую. Это именно для йогурта. Будем делать дома йогурт. Кисель беру еще, потому что не успеваем мы его готовить. Вот. Но это на всякий случай. Если он сильно просит кисель, он прям просит кисель-кисель. Вообще здесь много сахара, я думаю. Ну, что-то я не проверяла, но, по-моему, здесь очень много сахара. И, ну, как бы, я уже купила все, чтобы готовить ему самостоятельно. Да, вот сахар написано. Чтобы самостоятельно готовить ему кисель дома. Вот. И купила, кстати, ему такую бутылочку. Где? Вот. С трубочкой. Вот. Не проливай-ка. Во. Вот это, я думаю, будет самый кайф. Потому что он, вот, ну, со стакана он пьет, конечно, у нас, да, без проблем. Но он все проливает. Он с этим бегает и так далее. Он нет такого, что он прям сел, выпил и все. А здесь вот прям раз закрыл, а потом раз. Открыл и все, у тебя трубочка. Я думаю, ему прикольно будет. 150 рублей стоит такая штука. Не проливай-ка. Вот с ней пусть и бегает. И, кстати, молоко вот все я выбираю. К сожалению, байта больше здесь нету. Прям, знаете, пришла на следующий раз и байта нету. Ну, вот это из дешевых беру более-менее. Молоко 109 рублей, но без сахара. Вот. Вот это вот мне не очень понравилось. Сегодня пила с ним. И даже не знаю, что брать. Ну, Джоя 264. Вкусненькая, в принципе. С кальцием, да? Кальцием. Одно возьму. У меня два дома есть. Еще одно возьму. Так, еще неприятный момент, что отрубного нет. Вот там целые были лотки с отрубным хлебом. Но там нет никакой фирмы вообще отрубного. Поэтому я взяла парочку обычных. Но мы такой вообще не любим, не едим. Ну, что делать? Так, ну что, как видите, я взяла раз-два. И все. Это у нас вот то, что я в Леруа взяла. Сейчас поедем в ХДМ. Я прям скорее-скорее, честно говоря, бежала, чтобы продезинфицировать руки. И тут это что, маска все время? Куда я? Че я снимаю, да? Я устала просто. Народу нет. Вроде как-то не это, но вот эта маска, из-за нее дышишь, устаешь. И глаза очень много берут на себя. Такое ощущение. Я не знаю, чего. То рот, нос, ты как бы дышишь, и как-то все распределяется. А то такое ощущение, что у тебя рот, нос закрыт, а глаза открыты. И они, короче, офигели уже у меня. Фу, и жарко мне. Вот еще что в этой маске. Все, сейчас едем в магазин рядом. Если там нет светильника, который мне нужен, я беру этот на время. Если что, я его потом куда угодно могу перевесить. Он, в принципе, симпатичный. Просто в идеале я хотела другой. Фух, пришли в ХДМ. Помыла ручки прям с удовольствием. Почесала личико. Пока они чистые. Так, зашла вот в свет. Вот здесь, по-моему, что-то было, то, что мне нравилось. Сейчас я посмотрю. Если я здесь не найду, то искать я уже не буду. На рынке ходить не буду. Потому что для меня это целый геморрой. Я, может, сэкономлю там 500 тысяч рублей. Но хрен с ним был уже. Так, пошли искать. Слушайте, ну тут выбор тоже уже невелик. Я смотрю, вот классный. Но мне он, по-моему, не нравился. Потому что, опять же, у него есть окантовка. Есть вот это все. Но он стоит еще десятку. Это дорого. Я рассчитываю до 5 тысяч. Вот эти все угольнички, треугольнички. Мне не нравятся. Не вижу, не вижу, не вижу. Вот этот вот, ну тоже рисунок мне не нравится. Эти тоже блестящие, как и там. И ценники. Кстати, вот этот 3 300 стоит. Примерно такой же, как там. Только, ну, тоже как бы круглый светится. Только единственное, что у него немножко дизайн другой. По размеру даже такая же. А там 2 900 внутри. Вот такая. Ой, 24 тысячи. Ну это здорово уже. Тут, конечно, цены больше. Сейчас пройду еще посмотрю. Но мне кажется, это все. Вот мне показали аналог. Сейчас продемонстрировали. А я вам опять забыла все это дело снять. Ну, я вам скажу, что как бы мне не принципиально. Я вообще не хотела круглый. Поэтому, скорее всего, я возьму в Леруа. Вот тот, который мы изначально показывали. Он точно такой же, только без вот этой вот прозрачной окантовки. Он идет просто, да. Сбоку серебряные полосочки. Они не особо бросаются в глаза. В принципе, на 1060 дешевле. А, и по мощности тот... Все, спасибо. По мощности тот помощнее. Там 75, а тут 60 ватт. Короче, будем пробовать, смотреть. Все, мои крошки. Ну, она сейчас просто взяла их в пульт еще. И по пульту смотрела. И пульт... Ну, не так много кнопочек, как в том пульте. Не так все понятно и ясно. Плюс мощность. Здесь 60 ватт. А там 75 ватт. Вот. Поэтому я думаю, что тот будет даже, может быть, помощнее. Посмотрим. Но он еще и дешевле. Поэтому... Чего уж тут. Пошла брать тот. Ну, что, поздравляете. Меня купила, в общем-то. Нравится, мне нравится. Я еще у женщины спросила. Говорю, у другой, у другого консультанта. Говорю, а сколько она освещает? Она говорит, ну, до 30 квадратов. Ну, до 30. А у меня, получается, по факту, вообще 17 в спальне, а не 20. По идее, должно супер клево освещать. Вот если будет классно освещать, во всех сделаю такие классные. Кругленькие. Посмотрим. Уж если квадратненьких нет, сделаем кругленькие. Видите, какая я гибкая? То есть, если я чего-то не нахожу, я не буду расстраиваться. Я просто поменяю свое желание немного. Все же не так ужасно прям уж. Прям квадратный. Даже наоборот, мне кажется, круглый более там... Так на картинке нарисовано, что кажется, как будто это луна, знаете, такая светит. Более естественно, да, чем квадратное что-то на стене. Ладно, побегу домой, устала уже. Ой, ну что крошки? Я уже дома как пару часов поела. Малой сходит с ума, бедненький малыш мой. Посмотрела новости, да. Ой, скорее бы все это дело кончилось. Но мне на самом деле кажется, что каждый должен быть в курсе, что у нас сейчас происходит в стране. И я просто... Я почему говорю, потому что я одна из тех, кому кто новости не смотрит, живет своей жизнью, короче, никого не слушает, вот эти массовые всякие политические штуки. Вот, но в принципе в целом человек должен быть осведомлен, что говорят в новостях, да, о чем переживает весь мир, как бы, да, и что вообще в стране творится. Хотя бы с точки зрения телевидения, да, понятно, что недоговаривают или переговаривают или еще что-то. Ну, а также интернет. Можно из разных других источников узнать, что у нас творится сейчас в стране. И реально, как бы, вот сейчас всех призывают сидеть дома. Это, я думаю, что если раньше сидеть дома, да, если такие уже всякие меры... Че, котик? Если все это применить, в общем-то, мы можем отделаться легким испугом. Больно, Кися? Ой, мои хорошие. Время половина двенадцатого ночи. А я знаете, что делала? Я замазывала эти вот каналы, штробы, я их называю штробы, в спальне. И, оказывается, я взяла мало смеси. Представляете, я бы сегодня все доделала. Но я взяла мало смеси, поэтому все буду продолжать завтра. Вообще, я вам планировала выпустить видео сегодня вместо этого. Но будет вот это видео. И знаете, что следующее видео я вам готовлю, чтобы вот то, что я замазываю, дырки все эти. И, короче, я так устала. Это нелегкая такая работа, оказывается. Вот, поела апельсинку сейчас. Смотрю, дом два. Что еще делать? И хочу спать, на самом деле. Но мне там надо еще кое-что доделать через часик. Поэтому ждем время. Вам, наверное, спокойной ночи на сегодня пожелаю. Завтра увидимся. Так, что у малыша здесь у нас? Рисовая кашка молочная. Ну, давай ложку. Давай, покажи, как ты кушаешь рисовую кашку. Давай, ротик. Ой, умничка какой. Покажи девочкам, как ты кушаешь. Давай, рот открыл. Дэнь, не балуйся. Давай. Ам. Ну, давай, чуть-чуть. Кись. Тихо. Вот печенька потом тебе будет. Давай, рот открывай. Мама покормит. Упала. Упала. Поднимай. Поднимай и садись. Что-нибудь, лишь бы не есть. Пополз. Искать. Что у него там упало. Иди сюда. Давай. За маму. За маму. Ложечку спишь. Давай. Ну, Кись, пожалуйста. Ты дико. Нет. Давай, кашку съешь, и будет печенька. Я что-то не помню, здоровалась я или нет. Если я не здоровалась, еще раз доброе утро. Провела прямой эфир. Вот. Мы сидим дома. Зашпаклевала там еще чуть-чуть в той комнате. Но это я снимаю отдельное видео, короче. Это я уже, наверное, рассказывала. Нет, что там целый геморрой. Чего ты там выглядываешь? Бабушка нам делает клубничный коктейль с клубникой, бананом. Молоко придется выпить мне. Ну, в молочном коктейле могу. И вот такой вот сиропчик добавляем. Низкокалорийный. С клубничкой. Без геморрой, без сахара. Лактозы достаточно будет. И фруктозы во фруктах. Ну, чтобы он вкусно был, а что? Ну, давай, наливай. А Денька будет? Давай. Давай. Вам не холодно? Нет. А то есть. А ну-ка, бери стаканчик. Давай, любой бери. Пей. Попробуй. Так, давай ты уберешь вот это килограмма, килограмма овся. Бери, бери коктейль. На, пробуй. И скажешь, вкусно или нет. Так. Вкусно? М-м-м. М-м-м. Еще будешь? Давай. Че, мои сладкие. Дай мама попробует. М-м-м. Аккуратно, Киш, пей. Не переливай. Держи крепко. Спасибо, бабушка. Нам нравится. Так, а мне. Я не поняла. Вот, пей. Мы с ним вдвоем попьем, а ты пей отсюда. Если Денька оставит, конечно, маме. Коктейль такой мал. Так, куда пошел? Давай за стол. У Деньки тут гречка, которую мы не доели. Творожок, который мы не доели, да? Малочный коктейль. Творожок, кстати, надо доесть, и мы уже йогурт сделали домашний. Мои хорошие, доброго вечерочка. Сейчас уже монтирую для вас влог этот. Решила попрощаться, наверное, закончить влог. Завтра уже начинается официальный карантин. В субботу как раз выйдет этот влог. И с субботы начинается официальный карантин. Чем мы планируем заниматься дома? На самом деле дома есть много чем заниматься. Я, может быть, даже вам, пока вы все дома, тоже сидите. Надеюсь, сознательные люди сидите дома, не распространяете вирус, бережете себя и своих близких. Я вас всех призываю к этому. Если вы еще не осознали всего масштаба ситуации всей этой, то я предлагаю вам осознать прямо сейчас. И сидеть дома, и не подвергать опасности себя и своих близких. Чем мы будем заниматься дома? Мы уже сидим на карантине вторую неделю. И, в принципе, нам не привыкать. Единственное, что я выходила куда-то за продуктами, как вы видели, в магазин. Но сейчас я уже точно с сегодняшнего дня поняла, что я вообще не выйду ни на минуточку, блин. Даже если у нас закончится что-нибудь, будем как-нибудь перебиваться. Сегодня, кстати, я попыталась приготовить овсяные печеньки дома. И в итоге даже сняла вам там рецепт. Просто с интернета взяла рецепт овсяных печенек. И почему-то они у меня не получились. Они невкусные, страшные такие. Короче, я такая на радостях сначала хотела вам снять, а потом у меня не буду снимать. Такой ужас. Это самые ужасные печеньки в моей жизни получились. Но я обязательно буду экспериментировать еще. И как только получится что-то вкусненькое из печенек, то я обязательно вам скажу рецепт, поделюсь им. Мы пока что живем дружно. Но вот сейчас уже мама как раз начинает бочку катить, то, что ей душно. А мы мерзнем. И вот сейчас уже столкнулись с проблемой, знаете, возрастов. Кому-то нужен вечная прохлада и свежий воздух. А кто-то может ни в холоде не жить. Это нормально, а для вас нужно 28. Я хочу проветрить помещение. Ничего не нужно нам 28. Вот разница. Мы уже проветрили его, а я замерзла. Говорю, мам, закрываем. А когда мы проветриваем? У меня, говорю, буквально 20 минут назад открывала. Считай, что ты сейчас проветриваешься? Да. Здесь закрыто окно. Ну и что? Холод-то идет. Какой холод идет? Короче, у нас борьба идет сейчас, как вы поняли. Маме вечно жарко, но у нее возраст уже. Она такая, она все время проветривает все, в холоде там любит. На балкон сейчас выходит, там холодно реально. Я мерзну, такая закуталась вся. Вот видите, я в пледе здесь, в теплых носках. И мне по ногам дует, как бы я мерзну. А она, вот, пожалуйста, руки в боки. На балконе все окна закрыты. Там прохладно. Держи лицо. Но то, что я открыла дверь на балкон, это не значит, что я проветрила помещение. Нужно открыть окно там. Ой, а кто-то тебе цветочки подарил. Не отмазывайся. Кто это тебе цветочки подарил? Сейчас я открою на балконе. Видели, видели, я нормально начала улыбаться, как бы, а она решила на голову сесть. Дурить маленьких не надо. Она решила окно открыть. Я открыла окно на балконе, и буду дышать тут стоять. А вы мерзнете. Я буду тут стоять и дышать. Мерзнете, говорит, другими словами. Ой, ладно, мам, что ты пожелаешь? У нас завтра карантин начинается, но пожелай что-нибудь всем. Скажи пару ласковых. Знаешь, как будто завтра Новый год начинается. Пожелай всем пару ласковых. Не болейте, не нарушайте карантин. Сидите дома, берегите свое здоровье и здоровье окружающих и близких. Вот. Мы лично сидим дома. Все. Любим, вас целуем. Прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...